Очень часто приходится слышать проблемы, связанные с борьбой с коррупцией. И у всех это вызывает особое внимание, ажиотаж. Но коррупция, а по-русски продажность, существует с первого же товарного такого производства. Как только можно было что-то продать, появились лишние деньги. Деньги стали использоваться как инструмент управления. Если поставить задачу победить коррупцию, значит будет жестко нарушена система управления всей планетой. Потому что везде денежные потоки, которые обеспечивают. Если есть данные, что чиновник часть потоков направляет не в нужном направлении, вот им нужно заниматься, этим чиновником. Но самый эффективный способ борьбы с коррупцией, это восстановить тайну банковских вкладов в масштабах всей планеты. Да никто не будет отмывать деньги. Отмывают грязные деньги. А если все деньги можно положить в банк, и никто вопросов не будет задавать, тогда у банков эта функция отпадёт. Легализация отпадёт. И естественно, вот через потоки контролировать, чтобы эти деньги не шли на преступную деятельность. Значит и на финансирование террористических организаций. Но в целом, если вот такой колпак набросить на всех чиновников всей планеты, они же будут заниматься тем, чтобы деньги не шли. По тем структурам, которые государство взяло под контроль. Они раньше всё сделают. Они хитрее. И вы никогда этих денег не найдёте. Но будут кричать, шуметь. Вот у нас офицер, которого несколько миллиардов в соседней квартире. Ну и что? Что-нибудь вы нашли? Что это такое? Общак чья-то? Или это казна чья-то? Вот деньги есть. Вот они есть. Это не банк. В жилом доме квартира. Они обезличены. Я не понимаю. Я открывал дверь, какие-то там сумки заносили. Поэтому самое эффективное, это дать возможность всем гражданам положить деньги в любой банк, и никто не имеет права спрашивать. Вот в Швейцарии было хорошее правило лет 20 назад. Если вы заходите в банк и спрашиваете, сколько денег там у вашего соседа, звонят в полицию и вас арестовывают. Даже вопрос нельзя сдать. Не только там судебные какие-то последствия, административные, штрафы. Вы спрашивать не имеете права. Сколько, у кого, где. Мы идём по пути отмены. Отменяем, снимаем всё. А толк есть какой-то? Никакого толка. Проводим финансовую амнистию. Сколько раз уже. И всё бесполезно. И во всех странах мира то же самое происходит. И находят пути финансирования. Коррупцию. Сюда американцы на самолёте привезли доллары. В 91-м году, в 96-м году, чтобы избрать Ельцина. В отрытую самолёт сел, привезли в посольство. Из посольства по всем тем точкам, которые им были указаны. И что? Кто-то действует. Кого-то вскрыли. Суд какой-то был. Ничего. Ельцин два срока отбыл. И всё. И не только деньги. Тысячи советников были здесь. У нас ещё там Трамп с кем-то. Его родственник, может быть, где-то поговорил по телефону о чём-то. А тут пол Америки сидело в Москве. И это не вмешательство выборы. Это не влияние. Это прямые. Они избрали Ельцина. Не народ наш. А Америка избрала Ельцина. Дважды. В 91-м. И в 96-м году. И тотальная коррупция. Это же деньги неучтённые. Что это из казны Америки. Это олигархи там местные. Собрали. И отправили. И как вы это можете пресечь? Это их деньги уже. Им отмывать не нужно было эти деньги. Поэтому нам нужно сделать тайну вкладок. По всей стране. И пусть все положат туда деньги. И деньги работают на экономику. Вот банки убирают. Уже половину убрали. Говорят, молодец Набиулина. Вот только сейчас они, ЦБ, предлагают не выпускать руководителя банка за границу. После начения процедуры санации банка. Потому что они все уезжали и забирали деньги туда. Что мы делали? Мы теряли деньги. Теряли опытных банкиров. Некоторые из них действительно с криминальным душком. Но они несколько лет проводили операции по стране. Граждане держали деньги. Получали проценты. Предприятия, юридические лица. Это как больница. Да, один врач плохо работает. Но вся больница-то работает хорошо. Научить этого врача работать лучше. Поэтому, когда мы принимаем жесткие меры, мы пользы не достигаем. Деньги уходят за границу. 300 банков и деньги ушли туда. Сколько там? Сотни миллиардов? Триллион? И банкиры там живут припеваючи. Отдыхают. Министр финансов Московской области. Кузнецов. Мы конвенцию ратифицируем. Мы ее ратифицируем. Но они будут исполнять наши запросы. Все запросы направлены. Французские суды готовы его отпустить. Но не отпускают. Не отпускают. Решения нет. Разрешение на депортацию в Россию. И он сколько уже? Лет 15 сидит. А все имущество, часть имущества на жену перевел. Она в Лондоне сидит. Поэтому мы там можем ратифицировать. Нас не надо упрекать, как иногда некоторые упрекают в этом статье 20-й, какой-то конвенции, еще какой-то. Да все можно ратифицировать. А результаты? Прекратить финансирование с террором. Но им говорят, теракт у вас будет через 2 дня. Они ничего не делают. Даже дело не в деньгах. Они не хотят бороться с террором. Он им нужен. Они сами его формируют. Сами организуют, учат, обучают. Уже сейчас обучают ту организацию, которая будет иметь новое название. Уже не Аль-Каида, не братья-мусульмане, не талибы. Что-нибудь другое придумают. Солнечный берег, не знаю. Зорница. Русская Зорница. Красная Зорница. Вот и все. Им-то наплевать на конвенции на все. Они этим будут заниматься. Поэтому мы ратифицируем. Но мы должны знать, что очень много ратифицировали конвенции, а коррупция растет во всем мире. И остановить ее практически невозможно. Даже в случае войны и в случае проведения, так сказать, финансовых каких-то процедур, обмена денег, как только деньги поменялись, снова начинается коррупция. Человек жадный, он хочет жить богато, сытно и уже сейчас. Он не хочет жить когда-то. Почему коммунизм не удался? Ждать нужно 20 лет. Зачем 20 лет жить? Ждать, когда можно сегодня стать богатым. Спасибо, Владимир Владимирович. Казна чья-то. Вот деньги есть. Вот они есть. Это не банк. В жилом доме, квартира. Они обезличены. Я не понимаю. Я открывал дверь, какие-то там сумки заносили. Поэтому самое эффективное, это дать возможность всем гражданам положить деньги в любой банк, и никто не имеет права спрашивать. Вот в Швейцарии было хорошее правило лет 20 назад. Если вы заходите в банк и спрашиваете, сколько денег там у вашего соседа, звонят в полицию и вас арестовывают. Даже вопрос нельзя сдать. Не только там судебные какие-то последствия, административные, штрафы. Вы спрашивать не имеете права, сколько, у кого, где. Мы идём по пути отмены. Отменяем, снимаем всё. А толк есть какой-то? Никакого толка. Проводим финансовую амнистию. Сколько раз уже. И всё бесполезно. И во всех остальных мира то же самое происходит. И находят пути финансирования. Коррупцию. Сюда американцы на самолёте привезли доллары. В 91-м году, в 96-м году, чтобы избрать Ельцина. В отрытую самолёт сел, привезли в посольство. Из посольства по всем тем точкам, которые им были указаны. И что? Кто-то действует. Кого-то вскрыли. Суд какой-то был. Ничего. Ельцин два срока отбыл. И всё. И не только деньги. Тысячи советников были здесь. У нас ещё там Трамп с кем-то. Его родственник, может быть, где-то поговорил по телефону о чём-то. А тут пол Америки сидело в Москве. И это не вмешательство выборы. Это не влияние. Это прямые. Они избрали Ельцина. Не народ наш. А Америка избрала Ельцина. Дважды. В 91-м. И в 96-м году. И тотальная коррупция. Это же деньги неучтённые. Что это из казны Америки. Это олигархи там местные собрали и отправили. И как вы это можете пресечь? Это их деньги уже. Им отмывать не нужно было эти деньги. Поэтому нам нужно сделать тайну вкладок. По всей стране. И пусть все положат туда деньги. И деньги работают на эти деньги. Очень часто приходится слышать проблемы, связанные с борьбой с коррупцией. И у всех это вызывает такое особое внимание, ажиотаж. Но коррупция, а по-русски продажность, существует с первого же товарного такого производства. Как только можно было что-то продать, появились лишние деньги. Деньги стали использоваться как инструмент управления. Если поставить задачу победить коррупцию, значит, будет жёстко нарушена система управления всей планетой. Потому что везде денежные потоки, которые обеспечивают. Если есть данные, что чиновник часть потоков направляет не в нужном направлении, вот им нужно заниматься, этим чиновникам. Но самый эффективный экономику. Вот банки убирают. Уже половину убрали. Говорят, молодец, Набиулина. Вот только сейчас они, ЦБ, предлагают не выпускать руководителя банка за границу. После начения процедуры санации банка. Потому что они все уезжали и забирали деньги туда. Что мы делали? Мы теряли деньги. Теряли опытных банкиров. Некоторые из них действительно с криминальным душком. Но они несколько лет проводили операции по стране. Граждане держали деньги. Получали проценты. Предприятия, юридические лица. Это как больница. Да, один врач плохо работает. Но вся больница-то работает хорошо. Научить этого врача работать лучше. Поэтому, когда мы принимаем жесткие меры, мы пользы не достигаем. Деньги уходят за границу. 300 банков и деньги ушли туда. Сколько там? Сотни миллиардов? Триллион? И банкиры там живут припеваючи. Отдыхают. Министр финансов Московской области, Кузнецов. Мы конвенцию ратифицируем. Мы ее ратифицируем. Но они будут исполнять способ борьбы с коррупцией. Это восстановить тайну банковских вкладов в масштабах всей планеты. Да никто не будет отмывать деньги. Отмывают грязные деньги. А если все деньги можно положить в банк, и никто вопросов не будет задавать, тогда у банков эта функция отпадет. Легализация отпадет. И, естественно, вот через потоки контролировать, чтобы эти деньги не шли на преступную деятельность. Значит, и на финансирование террористических организаций. Но в целом, если вот такой колпак набросить на всех чиновников всей планеты, они же будут заниматься тем, чтобы деньги не шли по тем структурам, которые государство взяло под контроль. Они раньше все сделают. Они хитрее. И вы никогда этих денег не найдете. Но будут кричать, шуметь. Вот у нас офицер, которого несколько миллиардов в соседней квартире. Ну и что? Что-нибудь вы нашли? Что это такое? Общак чей-то? Лет.